Летом я, как обычно, на все каникулы уезжала к бабушке. Не знаю, как так выходило, но все приключения на мою задницу я находила именно там. Возможно, бабушка подсыпала мне какое-то зелье для этого. Но спали! Каждый год в деревню приезжала моя лучшая подруга, и мы с ней чудили всякую фигню. Доставали коров, убегали от коров, а потом ревели дома. Баба, она такая страшная! Кидали в друг друга песок, а потом ревели дома. Баба, я ослепла! Обливались водой с бутылок, а потом ревели дома. Баба, я замерзла! Ну вы поняли уже. В тот день стояла такая жара, что даже асфальт не выдерживался. Не выдерживался. Не выдерживал и плавился прямо подо мной. Да я во дворе, что со мной может случиться? Ты точно во дворе? Ну конечно. Лу-лу-луана. Не могу же я куда-нибудь сбежать. Луана! Так как в такую погоду ты не особо побегаешь, мы даже ходить могли с трудом. Поэтому мы решили найти тенек и переждать жару там. И тут на глаза нам попался высокий забор, который охлаждал нас своим теньком как холодильник. Мы решили, что останемся там, но со временем нам стало так скучно, что мы начали искать чем себя развлечь. Смотри, дерево с черёбухой, давай пожрём. Давай. Мы и начали забираться на это дерево как могли. Хы-хы-хы-хы. И после тысячных попыток нам наконец-то удалось забраться туда. Хотя это ещё половина дела, ведь в планах было поесть черёмуху и не упасть оттуда. Представляем Луана и её подруга в вечерней программе «Не отбей жопку и пожри». Тут будут вам показывать трюк прямо сейчас. Едим мы эту ягоду, наверное, уже на протяжении часа. Как вдруг я чувствую что-то неладное. Знаете, будто бы кто-то тебя душит или кто-то не даёт дышать. Луана, а чё у тебя такие глаза пучеглазые? Кажется, я весь воздух съела. В смысле? Я дышать не могу. Так это черём. Я умираю. Бабушка меня ягода душит. Ты что, черёмху что ли ела? Да. Тшшш. Не говори больше, я знаю, что поздно что-то исправлять. Я умираю. О, всё прошло. Ладно, бабуля, я пошла. С тех пор я никогда не брала эту черёмуху в рот. Кстати, вы ещё узнали, какая у меня есть фобия. А ты когда-нибудь пробовал черёмуху, ставь лайк, и я узнаю, что пробовал. И ещё пиши в комментариях, было ли у тебя такое плохое чувство. А то вдруг я одна такая. Короче, нам всё так же было скучно, а делать, ну, что-то хотелось. Не могли же мы просто так сидеть за огромным забором. Поэтому было принято решение найти другую ягоду. Где мы только не искали, сколько мы не обчесали кустов, сколько перелазили заборов. Да давай просто в магазине купим ягоду и всё. Ну, можно, только я не брала с собой деньги. Но можно поискать вон в том лесу. Блин, у меня тоже нет налички. Но мне же родители оформили дебетовую карту Теньков Джуниор. Держи свою карту. И не забудь поблагодарить за то, что не пошла в лес и тебя не загнала тобой бабушка. Что, прямо как у взрослых? Она ещё круче. Карта специально создана для детей. Ха, а вдруг у тебя там даже денег нет? Вообще-то есть. Я сама заработала. Родители мне ставили задания. Например, за то, что я выношу мусор и гуляю с собакой, мне автоматически падают деньги на счёт. В прошлом году я так на телефон накопила. Кстати, ещё и на мороженое может хватить. Ведь с любой покупки мне возвращается на карту 1% кэшбэка. А если я покупаю игры, то даже 2. Выгода. Ну а что, если в магазине нельзя платить картой? Я могу бесплатно снять все наличные в любом банкомате. А ещё я легко могу отслеживать, сколько накопила в красивом мобильном приложении. А ещё я тут вижу, что скоро в школу. Ведь Тинькофф сейчас проводит крутую акцию Back to School. Оформи карту по ссылке в описании до 30 сентября и получи 5% дополнительного кэшбэка на онлайн игры, фастфуд и супермаркеты для тебя. И 5% на магазины, где можно классно подготовиться к школе. Скорее переходи по ссылочке в описании и оформляй вместе с родителями карту Тинькофф Джуниор специально для тебя и получи крутые бонусы. В общем, в магазине ягоды тоже не оказалось. И было принято решение пойти на болото. Не, ну а что, а может у Шерека бы встретили? Хорошая у тебя, конечно, идея найти ягоду в болоте. Да погоди ты, мы кроме лягушек здесь ничего не увидим. Смотри! Ты что, не знаешь, что это за дом? Не, а что с ним? У нас в деревне есть очень страшные слухи про этот дом. Говорят, что тут живет одна страшенная бабулька. Она приманивает детей сладостями и похищает их. Но самое страшное, сразу же на следующий день у ее дома появляются кости. А пропавших детей больше никто и никогда не видит. Ааа, смотри, кость! Так это какая-то маленькая кость. Ааа, она съела ребенка-лилипута! Какой лилипут ребенок? Это кости-то какой-нибудь курицы. Ты думаешь, она съела мою злую училку? Ой-ой-ой. Стояли мы у этого забора, наверное, час. Спорили и размышляли, стоит ли вообще туда ходить и есть эту ягоду. И когда на наших весах обжорство пересилило страх, то мы сразу же начали искать, как пробраться к малине. И нашли щелку в заборе. Ну что, кто первый? Ну, давай лучше ты. Ладно. Преодолев забор, мы попали просто в рай малины. Ее было настолько много, что я думаю, даже звезд на небе было меньше. Один, два, три. Много, короче. И мы стали ее есть, как Пакман в той игре. Хотя, ну, если честно, мы не наглели так. Мы же на чужую территорию все-таки пробрались. Ты готова? Давай! И когда же, наконец, наши пузяки сказали... Я убьюсь. Мы решили, что пришло время возвращаться домой. Еще, кстати, там собака громко лаяла. Она тоже нас подбодряла уйти поскорее. Мы шли домой очень радостны и уже вовсю обсуждали, как мы туда вернемся. Слушай, а давай завтра придем туда с банками. Хы, давай. Насобираем много малины и будем ее есть каждый день. Ха, давай. На следующее утро я тщательно отобрала себе баночку. Не, огурцы были. Не, грибы были. Это что, под анализы? Ммм, варенье. Подойдет. А на улице меня уже ждала моя подружка. И я смотрю на нее, она смотрит на меня. В наших глазах нет никакого страха. Че, какая там бабка? Нас же ждет малинка. Кости, да какие кости? А пофиг, нажремся малинки. Подходя к этому болоту, мы не заметили ничего странного, кроме того, что собака начала лаять как-то по-особенному громко. Мы снова залезли в щель забора. Хе, хе, хе. И начали собирать малинку в банку. Ты готова? Да. Ну и, как говорится, хорошее заканчивается, не успев начаться. Эта бабка вчера видела нас с окна и решила усилить свою охрану. И думаете, как? Как двух маленьких обжористых девочек она решила проучить? Может, нажаловалась нашим бабушкам? Нет. Или заделала дырку в заборе? Нет. Снова мимо. Она решила оцепить своего злого пса. И он побежал прямо на нас. Ты че рычишь? Боишься, что тебе не достанется? Луана, это не я рычу. И не я рычу. Это я рычу. Самая большая ошибка была в том, что мы начали от нее убегать. Как правило, собаки ненавидят, когда от них убегают. Моя подруга, как торпеда, вылетела в щель забора. А я, как обычно, не успела вылететь в щель. Ааа, вытаскивай меня быстрее. Ща, ща, не паникуй. Я говорю быстрее, помоги мне. Все, все, вытаскиваю. Поздно. Что поздно? Эта псина укусила меня прямо за левую булку. Эта боль соотносима с очень болючим уколом. Поверьте, мне такой ставили. И когда я смогла вылезти из забора, подруга меня не бросила. Она начала нести меня до дома, как раненого солдата. В булку. Держись, Луана, ты сможешь. Передай моей бабушке. Хотя нет, я сама передам. Что же делать, она же меня убьет. Дойдя до двери, я сразу впала в панику. Баба! Что, песок, черемха, корова? Нет, мне жопку откусили. Чего? Когда я рассказала бабушке историю, она вызвала скорую. И мне стали зашивать задницу. Как бы смешно это не звучало. Кстати, в больницу меня не положили. Ну и хорошо, а то еще засмеяли бы. Для такого случая как-то все гладко, скажете вы. Да вы еще просто ничего не знаете. Мне начали ставить уколы от бешенства. А это, между прочим, по одному уколу несколько дней подряд. А потом еще через некоторое время опять то же самое. Короче, я где-то год кололась от бешенства. Луана, ну ты даешь, че ты так долго выпиралась? Ты бы меня еще дольше вытаскивала. Слушай, у меня тут идея. Вот человека-паука укусил паук. А что, если ты превратишься в человека-собаку? Да вроде не превращусь. Лу-луан. Че-то мне так тебя обнюхать захотелось. С тобой все нормально. Лов, иди сюда.